Всем привет, с вами Брэндон, ветеран ВМС США. И многие думают, как молодой чел может быть ветераном флота, если он не 80-летний военный. Если вы служите 4, 5 или 6 лет и уволены с честью, то вас считают ветераном. Итак, давайте посмотрим Battlefield 4, миссию в Южно-Китайском море. Выглядит красиво. Почему он не встает? Так, во-первых, у них тут на койках нет занавесок. У каждой койки есть занавеска, чтобы было личное пространство. Ты задернул шторку, и это твой дом. Ты делаешь что угодно. Во-вторых, у них нет простыней. Просто матрасы. Так, и потолки здесь какие-то высокие. Я рос там 190 сантиметров, и я ходил не разогнувшись. В целом же, габариты в Battlefield правильные, и здесь повсюду трубы, как в реальности. Он здесь стоит на лестнице. Это тупо, потому что еще шаг на одну ступеньку, и ты упрешься в потолок. Меня всегда поражало, как много проводов. Просто посмотрите на это. Повсюду провода. Какого хера? Мне нравится смотреть это видео первый раз, чтобы показать искреннюю реакцию. Иногда я скучаю по этим вещам. Лестница смотрится отлично. Вот так и надо открывать люк, чувак. Это было здорово, потому что иногда люди оставляют свои пальцы там, когда хлопают люком. Пальцы, до свидания. Ты все. Парни из Battlefield 4 напичкали этих проводов. Кругом провода, провода над головой. Все как в реальности. Это лучшая реклама проводов в мире. Не знаю, что здесь происходит, но это похоже на какой-то брифинг. И, конечно же, кругом кофейные чашки. Как правило, мы носим все напитки с крышками. И здесь ситуация с интерьером куда лучше, чем в Battlefield 3. Коридоры значительно уже, потолки сейчас ниже. Что это был за чувак, спецназовец? Если вы новичок на корабле, вы легко можете заблудиться в первый же день. Первые дни на корабле нужно просто попытаться его весь обойти вдоль и поперек. Найти свой оптимальный путь до рабочего центра и путь обратно. Кто здесь главный? Не могли бы вы отойти, мэм? Она с нами, пропустите ее салати. Кальмары? О, чувак, не называй их кальмарами. Ты просто ломаешь мне мозг. Это неуважение. Привет, медсестрички. Это медсестра чертовски привлекательная. Знаете, когда ты 4 года не был на гражданке или больше, медсестра всегда будет горячей штучкой. И ходить к врачу на флоте – это лучшая часть службы. Мой друган типа повредил колено и пошел к медсестре. Сказал, мэм, у меня болит колено. Она сказала, снимай штаны. Не знаю, чувак, у него там... Когда она трогала его ногу, его чак отреагировал. О, отлично, он спустился по лестнице так быстро. О, они делают это правильно. Они направляют самолет к лифту. Отлично, все именно так. Из ангарного отсека в авиационный лифт. Именно так и отправляют самолеты на полетную палубу. Спасибо, Battlefield 4. Спасибо. Личный состав никогда не встанет на пути у командира. Он будет двигаться за ним по цепочке. Кто из них ирландец? Почему он кидает мяч ребенку, а она подросток? Ей, наверное, лет 14. Какого черта он ей бросил мяч, как собаке? Эй, никогда не поднимай глаза, когда поднимаешься по лестнице. Боевая тревога. Они объявили боевую тревогу. Какого черта моряки просто стоят и смотрят? Двигайте на свои боевые позиции. Бегом на позиции. Приступайте к долбанной битве. Если вам нужно идти вверх или вперед, правый борт. Если вниз или к армии, левый. Запомните, парни, в случае боевой тревоги, не будьте в числе новичков, которые на корабле ни черта не знают. Если нужно подняться по лестнице или идти вперед, дуй по правому борту корабля. Если вниз по лестнице или в корму, это левый борт. Почему эти парни не убегают? Объявили тревогу. Вы должны бежать. Да блин, не торопитесь. Времени вагон. Моряки просто стояли и смотрели на океан, когда объявили тревогу. Вам конец. Эти парни должны поторопиться. Странно, если объявлена боевая тревога, сигнал не прекратится. Он будет пищать и будет говориться боевая тревога, боевая тревога. Вероятно, это было сделано для того, чтобы не мешать диалогу. Потому что это было бы как долбанный будильник. Бери свою пушку. Давай. И садись в свою гъебаную лодку. Мы практикуем это постоянно. Это может быть и не спецназ, а другие парни типа ОС или БМС. То есть парни с вашего корабля могут добровольно собрать команду и выполнить задание. Но это по-любому спецназ. Так, я думаю, видео подходит к концу, потому что там ничего нет. Гляди. А меня чуть сюда не обходили. Так, у этих парней есть поддержка с воздуха. Вертолет, да, детка? Вероятно, это Ромео или Сиера с 50-м калибром на борту или М-22. Думаю, остановимся здесь. Я достаточно посмотрел, и мне действительно это понравилось. Здесь все намного ближе к реализму, чем в Battlefield 3. Круто сделанные люки, лестницы, от проводов я вообще в восторге.